Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале GuitarMoney. И сегодня у нас будет обзор вот такой интересной гитары, которая сделана в 1988 году в Японии. И называется эта гитара Aria Pro 2 GX550. Ну что ж, погнали! Ну что ж, если вы смотрели распаковку этой гитары, то вы знаете, что эта гитара пришла мне из магазина Guitar Collectors вместе еще с одной гитарой, обзор на которой вы уже видели. Я думаю, что вы уже видели даже сравнение этих двух гитар. Я планирую его выпустить раньше. Эта гитара пришла из магазина Guitar Collectors, и я хочу сказать огромное спасибо ребятам с Guitar Collectors за то, что прислали мне эти гитары. Мы вместе с вами можем их посмотреть, послушать. Ну и плюс я отдельно могу на них поиграть, пощупать и получить бесценный опыт. И если вы уже посмотрели сравнение этих двух гитар, то напишите в комментариях под этим видео, какая гитара вам понравилась больше. Ну а сегодня мы будем смотреть именно эту гитару. Как вы могли заметить, эта гитара Aria Pro 2, она очень похожа внешне на Джексон. И японцы, а именно компания Aria, они даже не стеснялись, просто брали и копировали Джексон так, как хотели. Если мы возьмем гитары Фернандеса, если мы возьмем вот эту Aria, если мы возьмем... Что еще у нас Fender, не Fender, точнее, а Джексона копировал, я даже не знаю. Но я думаю, вы знаете и сможете добавить, поправить меня, добавить мои знания в комментариях под этим видео. Ну, например, еще моя гитара Western Maniac, но та уже корейская, она тоже очень похожа. Что ж, как всегда, начнем сверху. Вы видите, что здесь фурнитура вся золотая. Колки. На них написано Aria Pro 2, родные колки, которым 32 года уже получается. Также сзади мы видим вот эту фишку, которая началась именно с Джексона. Держатель для ключей. Здесь вставлены два шестигранника. У меня такая же фишка есть на моем Western Maniac, но на том Джексоне такой фишки не было. Хотя это фишка именно Джексона. Голова похожа на Джексона, но все-таки она чуть-чуть отличается. Она покрупнее и немножко отличается от Джексона, но очень похожа. Написано Aria Pro 2, Diamond Series, Rock Device, крышечка регулировки анкера. На ней написано GX 550. Гриф. Здесь у нас 22 лада, в отличие от Джексона Динки. У нас здесь есть окантовка на грифе на голове. Окантовки нету. Накладка у нас палисандр, кстати. Гриф у нас кленовый. Здесь мы видим инкрустацию в виде акульевого зуба, которая выполнена очень хорошо. И смотрится очень красиво. Музыка. 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 Сам гриф сделан из одного куска клена. Музыка. Никаких продольных склеек. Плюс голова вклеена отдельно, как на многих гитарах. Это не плюс, не минус, но скорее это плюс, на мой взгляд. Плюс гитара. Голова этой гитары. Гриф этой гитары гораздо прочнее того грифа, который полностью сделан из одного куска. Типа как гипсон. Лады здесь достаточно широкие, но не очень высокие. На мой взгляд. Гриф крепится на болтах. Сзади у нас стоит neckplate, который я так не люблю, но справедливости ради надо сказать, что эта железка не очень толстая, есть гораздо толще, но никакой выборки здесь нет. Также здесь вот эта сторона ровная и на нее просто сверху прилеплен этот neckplate. На мой взгляд это не очень решение и оно не очень удобное. И никаких скосов на пятке в сторону грифа ни в эту сторону, ни в эту сторону нет. Так что здесь просто квадратный гриф, квадратная пятка, сверху на которую еще прилеплена железка. И это должно ограничивать доступ к ладам. То есть, когда мы тянемся сюда, рука у нас упирается вот в этот угол. Если у вас большие руки, то вы дотянетесь. В принципе, я дотягиваюсь, ну в принципе, даже дотягиваюсь и больших проблем с этим не испытываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По ощущениям от грифа. Гриф здесь толщиной 21 мм, мы его мерили. И ширина у него стандартная, как у всех грифов, но толщина 21 мм. И на мой взгляд, профиль у этого грифа даже удобнее, чем у Джексона, на мой взгляд. Но у каждого ощущения разные, и каждому понравится свой гриф. Но на нем достаточно много лака. И рука об него реально затормаживается, об этот лак, потому что он глянцевый, и это не очень прикольно. Я бы взял шкурку какую-нибудь мелкую и замотовал его, если бы это была моя гитара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее. Звукосниматели. Здесь стоят три звукоснимателя, хамбакер, два сингла. Благодаря такому расположению звукоснимателя, именно такому набору, вы можете на этой гитаре получить как фендерское стекло на вот этих двух синглах, так и хороший лютый хайгейм вот на этом хамбакере. На мой взгляд, это одна из самых удачных компоновок. Также я люблю, когда стоит еще хамбакер-сингл-хамбакер, но с отсечками. И это гораздо более вариативно, чем просто два хамбакера, ну или тем более, когда здесь стоит сингл. То есть этот набор звукоснимателей очень-очень неплохой, на мой взгляд. Сами звукосниматели звучат тоже неплохо, и мне они даже понравились. Пятипозиционный переключатель, ручка тона, ручка громкости. Смотрите, есть отсечка. Floyd Rose. На Floyd Rose написано Licensed Under Floyd Rose Patents. В принципе, как на большинство тех Floyd Rose, на которых я играл. В целом, Floyd Rose работает очень неплохо, на мой взгляд. Регулировка, регулировка микроподстройка крутится очень приятно. Нету никакого излишнего усилия, и мне нравится. Выглядит он также классно. И за эти 32 года даже позолото облезло не очень сильно. То есть там, где рука лежит, видно, что она слегка стерлась. Тут даже кое-где выступает ржавчинка. Но в целом, в целом, вы можете видеть, что он золотого цвета и выглядит очень даже достойно для 32 лет. Также сзади мы видим крышку под пружины и крышку под электронику. Что еще можно рассказать об этой гитаре? Кстати, вы вот в процессе этого видео слушаете эту гитару. Как вам звук? Вы смотрели видео, где мы сравнивали эту гитару и Джексон. Как вам звук? Как вы думаете, какая гитара лучше, хуже? И есть одна фишка, которую я не сказал. Корпус этой гитары сделал из клеенной трясины. Ну, то есть из фанеры. Лично я не берусь судить, фанеры это плохо, фанеры это хорошо, фанеры это неприменимо. Единственное, что я могу сказать, что благодаря этой фанере гитара получилась тяжелая. Если у нас Джексон весит 3,3 где-то килограмма, то это весит все 4 килограмма, ну или почти 4 килограмма, и она ощущается гораздо-гораздо тяжелее, чем тот же Джексон из Махагона. Это минус. Других минусов лично я, если честно, не увидел. Что, в принципе, можно еще сказать об этой гитаре? Как я сказал, она в 88-м году, она продается в магазине Guitar Collector, стоит она 22 тысячи рублей, если мне не изменяет память. По состоянию. Выглядит она, кстати, очень прикольно. Вы видите, что здесь покрашено по краям такое затемнение. Здесь у нас даже какой-то намек есть на полосатый клен. Я пытаюсь найти какие-то сколы, если честно, ни одного скола не вижу. И не верю, что за 32 года так ни одного скола и не было. Я даже не вижу ни одного ударчика или вмятинки. Даже царапин. А, вот здесь. Вот здесь есть легкий удар, вмятинка, но она видна, если только вот так играть на свет. А так ее не видно. То есть, по внешнему виду эта гитара очень даже бодрая. Если мы посмотрим посмотрим лады, то лады практически как новые. Конечно, опять же, если играть на свет, какую-то выработку видно, но это вообще еще не выработка. И пока здесь появится выработка, пройдет еще миллион жопы часов, которые вы потратите с этой гитарой. Что касается окантовки, то никаких трещин я опять же... Вот здесь есть трещинка на 13-м ладу, есть трещинка на 11-м ладу. И все. Снизу. Снизу больше трещин я также не вижу. На колках тоже слегка облезает позолоту, но если учесть, что гитаре 32 года, то это вообще не критично. Некплейт также золотой, ничего не облезло. Кое-какая ржавчинка проступает на Floyd Rose и чуть-чуть есть облезшие места от золотой краски. Но в целом, на мой взгляд, не критично. Фотографию я вам, естественно, ставлю, посмотрите. И на мой взгляд, эта гитара для своих лет очень и очень бодрая. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на мою страничку в инстаграме, ссылочки будут в описании под этим видео. Ребята, из Guitar Collector's я оставлю ссылку также под этим видео. Если вам понравилась эта гитара, то пишите им, потому что после обзора я ее запакую и отправлю обратно. Я считаю, что японец с 88-го года за 22 тысячи рублей это хороший и очень хороший вариант. Опять же, огромное спасибо всем, кто поддерживает материально. Спонсоры, мой промокод Guitarmania в струнках.ру, донатеры. И также спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, поддерживает, так скажем, морально. Это тоже очень важно. Друзья, меня зовут Сергей, и это был канал Guitarmania. Всем позитивного настроения. До встречи на YouTube.